В 2019 году в ходе визита главы нашего государства в Наманганскую область было поручено вывести ювелирное дело на промышленный уровень в регионе. В короткие сроки в Намангане начали свою работу 18 ювелирных предприятий. Пять из них сегодня выпускают продукцию под маркой «Сделано в Узбекистане». В настоящее время еще 385 предприятий зарегистрированы в качестве семейного бизнеса. Ювелирами нашей области в этом году было произведено продукции на 18,4 миллиарда сумм. Из них ювелирные изделия на 1,3 миллиона долларов были реализованы на внутреннем рынке. При этом день за днем увеличивается узнаваемость национального бренда за рубежом. Данное предприятие, начавшее работу в центре города в 2021 году, сегодня вносит существенный вклад в значительное снижение импорта ювелирной продукции в Наманганской области. Предприятие изначально продавало продукцию на рынок США, сейчас же значительно расширило географию экспорта. Мы начали проект благодаря инвестициям в размере 6,5 миллионов долларов. Мы привлекли еще дополнительные средства для закупки дополнительного оборудования. Привезли 3D-принтеры последнего поколения. Год назад мы производили продукцию на 600 килограмм в год. Сейчас же данный показатель достиг полутора тонн. А вот еще одно предприятие, которое начало работу совсем недавно, три месяца назад. Пока продукция реализуется на внутреннем рынке, в планах выйти на экспорт уже в следующем году. В целях дальнейшего развития ювелирной отрасли в области осуществляется деятельность кластеров. При этом производители, работающие на дому, присоединяются к крупным промышленным предприятиям. Еще одна новость. С 2023 года в регионе начнется строительство ювелирного центра. Проект стоимостью 12 миллионов долларов будет включать в себя как производственные, так и торговые центры. И главное, все это в одной локации. Это значит, что будет создано 2000 новых рабочих мест. Для этого в моноцентре ведется подготовка новых квалифицированных ювелиров.